У меня в молодости был момент, когда я поступал в МГУ и два года подряд не смог сдать экзамен наступительный. И все уже вокруг, у меня даже за спиной я чувствовал, вертели пальцы моего виска, говорили, ну еще ничего не удастся, там ему и так далее. Вот и в этот момент понял я, что если возникают трудности, на них нужно отвечать трудом. И у меня формула верялась такая, если не знаешь, что делать, нужно заниматься спортом и учить английский. Поскольку для меня английский очень плохо давался, это был самый трудный экзамен. Мне на экзамене даже преподаватель сказала, вы можете учить английский, а можете и немецкий, вам все равно. Это вот первый, наверное, самый большой урок. Второй урок, уже значительно более взрослое время, мне предложили поехать в Владивосток и прочитать там лекцию. Мне было очень тяжело, потому что я должен был ехать, лететь в Америку после этого сразу. Представляете, такие чудовищные перелеты. Я хотел сказать, нет, не буду, не полечу у Владивостока. То мне подумал, ну вообще-то, наверное, может быть есть какая-то, так сказать, в частности, финансовая сумма, которая могла бы компенсировать мне вот эти очень большие неудобства. Я не сказал, нет, я им назвал эту финансовую сумму, они аж кряхнули, сказали, что им надо подумать. Позвонили через полдня, сказали, что ему тяжело, но раз по-другому невозможно, то они готовы заплатить этот гонорар. И так мы сделали это ко всему общему удовольствию. И с тех пор я вот очень хорошо понял, не спешите сказать нет. Подумайте хорошенько, при каких условиях вы вот в ответ на какие-то предложения сказали бы да. Сформулируйте эти условия и увидите, что где-то в 10% случаях это удастся. Продолжение следует...